Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Сегодня у нас 4 ияра, 5 мая. Сегодня у нас День независимости Израиля. Шалом! День независимости Израиля. Это день основания, можно сказать, государства Израиля. И это очень приятный день такой. Значит, 19 день омер, а сегодня, кто не знает. Значит, мы находимся, видите, каждый в каком-то находится информационном пространстве своем. Значит, кто-то сейчас в одной синагоге празднует прям такая праздничная молитва. Все, все прямо, ну это самый большой праздник у евреев, которые, такие они есть, сионисты, да, которые вот именно, для которых возникновение государства Израиля является величайшим проявлением воли Всевышнего в этом мире. Да, что 2000 лет не было, и потом бах, вернулось. И на том же языке, с теми же символами совсем. 2000 лет это было, вот продолжалось, продолжалось, продолжалось. Это очень удивительная на самом деле, да, такая ситуация. А для кого-то нет, в другой синагоге, например, они спокойно молятся, как будто бы это день, ну обычный день, хороший день, 19 число, 19 день омера, все молятся, все как бы, все как спокойно. То есть они на этот день не обратили внимания, не подсчитали его как правление Всевышнего. Теперь, у меня день рождения, например, сегодня тоже, да, 4-го яра я родился, причем всю жизнь, вот как интересно, всю жизнь до этого года я думал, что я родился 3-го яра, вчера. То есть у меня было записано прямо в Туда Дзиуте, было написано, я родился 3-го яра, то есть 5 мая 1973 года, когда я родился, это было 3-е яра. Так, но ровно в прошлом году я узнал, что я родился в 22.15 вечера. Значит, 5 мая в 22.15 вечера уже была ночь, а ночью уже началось 4-е яра. Представляете, у меня хотя бы написано в паспорте, что я родился 3-го яра, то есть 5 мая это 3-е яра. Но когда я узнал, что я родился вечером, уже началось 4-е яра. Так что с этого года, первый раз я праздную день рождения, 4-го яра, а не 3-го яра. А 5 мая в этом году совпало, представляете, прям совпало 5 мая с 4-го яра. Удивительная какая вещь. Хорошо, теперь, но все, что есть хорошего в жизни у меня, например, да, я считаю, что это только потому, что я соблюдаю заповеди Торы. Поэтому мы давайте продолжим, продолжим наше изучение Торы. И сегодня у нас, значит, книга о Йомьем, сегодня день, сегодня эта книга нам говорит следующую вещь. Значит, что существуют обычаи, принятые у всех евреев. Вот во всем мире евреи, они были 2000 лет рассеяны в разных странах, без интернета, без телефона. Практически без связи одни общины с другими, потому что были евреи где-нибудь в Африке, и были евреи где-нибудь в Норвегии, а никак они были связаны. Никак. Но у всех евреев есть обычай не сбривать и не стричь мальчику волосы, пока ему не исполнится 3 года. Значит, и первая стрижка, обшарниш, она называется, это важнейший еврейский обычай. То есть, в 3 года мальчик отстревут, и суть его приучение оставлять нетронутыми волосы на висках, пейсы. То есть, в это время, вот до 3 лет мальчик отпускает, отпускает волосы. У некоторых мальчиков очень сильно растут, я помню, у нас старший сын Элишама, у него были волосы вот эти по плечи, вьющиеся локоны. И в 3 года их срезают. Кстати, интересно, да, сегодня вот про день рождения, про 3 года тоже совпало. Значит, срезают, оставляют только пейсы. Теперь, значит, дальше, вот тут то, что нас с вами касается. Те, которые начинают соблюдать заповеди уже в зрелом возрасте, надо, то есть, ты не знаешь, с чего взяться, ты не знаешь, с чего взяться за эти заповеди, что важнее, что не важнее, с чего начать. И вот здесь как раз мы можем увидеть, увидеть тот порядок, с которого надо, которому надо следовать. Смотрите, написано так. Значит, после стрижки и оставления пейсов, по традиции, особое внимание уделяют тому, чтобы, первое, приучать мальчика надевать талит катан. Вот, видите, цицит, это такая одежда, на краях одежды тисцит цицит. То есть, это важно. Если вы мужчина, то, значит, если вы мужчина, значит, вам нужно обратить сразу внимание на то, чтобы найти цицит. Это такая знаковая вещь. То есть, когда ты на себя одеваешь эту одежду с тисцем и цицит, и будешь смотреть на них, и будешь вспоминать все заповеди Бога, и не будешь блуждать леком и сердцем, и глазами. Уже как бы это как форму ты одел военную. То есть, это реальная военная форма, к которой надо обратить внимание. Дальше. Ребенка одевают в эту военную форму и приучают его произносить утренние благословения. Вот ты утром проснулся, и ребеночку говорят, ну давай скажем спасибо, спасибо Всевышнему. Муде Анили Фанеха, благодарен я перед тобой. Мелыхай Векаям, царь живой и сущий. Шейхизар Табиниш Мати Бахимаш, вернул ты в меня душу мою по милости своей. Раба Ему Насеха, велика моя вера в тебя. И вот это первое, что ребенок говорит. А дальше начинается благословен ты, Бог наш, царь вселенной, дашь заповедь о омовении рук, который сотворил человека по мудрости своей. То есть, ребенка начинают с утра приучать, благословляют, благодарить Всевышнего. И эти благословения, третье благословение, оно, можно сказать, самое такое глубокое. Элокай, идет обращение к Богу, Бог мой, да, Бог мой. Ребенок, взрослый, девочка, мальчик, все говорят, это благословение, третье, оно по счету. Элокай, Бог мой, Нешама, божественная душа, Нешама, шината Таби, что ты ее в меня вдохнул. Теорайи, она чистая. Ата, брата, ты ее сотворил, божественную душу. Ата, царта, ты ее сформировал. Ватань нефахтаби, и ты ее в меня вдохнул. Ватань нефахтаби, ты ее держишь во мне. Это удивительно, как духовная вот эта душа, почему она не выскативает из тела? Почему человек заснул, проснулся, а она в теле? И всю жизнь, пока он жив, у него душа эта в теле. Как она не выскативает? Как она держится? И вот это вот мы каждое утро благословляем Всевышнего. Ата, брата, ты ее сотворил. Ата, царта, ты ее создал, сформировал, да, сформировал. Ата, царта, ата нефахтаби, и ты ее вдохнул в меня. Ватань нефахтаби, и ты ее сохраняешь во мне. И ты ее вернешь мне в грядущем мире, после смерти, когда в момент смерти душа отделяется от тела, потом она уходит в духовные миры, а потом опять она придет в новое тело. Когда будет новое тело, опять соединится тело, после воскрешения из мертвых, с душой. И мы за это каждое утро Всевышнего благословляем. Ата, миша, мраби, ата, атит, лит, ла, ми, мэни. А ты ее в будущем заберешь у меня, вэ, и вернешь ее в меня, ля, тит, ля, вол. И вернешь ее в меня в грядущем мире. Все время, пока душа внутри меня. Муданиле фанеха, благодарен я перед тобой. Мелыхай, вэкая. Шекзар, таби, ниш, мани, бухамла, рабай, муна. Опять рабай, муна, саха. Нет, вам. Сейчас. Элукай, ниш, маш, на таби, 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 ата, брата, ата, ай, сах, на таби. Ата, миша, права, таби, ата, сит, литами, мани, лук, зверли, биседол, коз, мач, ман, бухамла. Да. Все время, пока душа во мне, благодарен я тебе, и велика моя вера в тебя. То есть, смотрите, так мы повторяем каждое утро, каждое утро, каждое утро. Дальше идут благословения на изучение Торы. То есть, это важно. Вот с этого надо начать. Если вы хотите начать соблюдать заповеди, вот вам порядок. Одежда, значит, для мальчика это цицит, для мужчины. Для женщины это просто скромная одежда. И произносить утреннее благословение. Дальше. Читать молитву после еды. То есть, покушал, поблагодарив Всевышнего. То есть, слава Богу, сейчас мы так не ценим еду, как ценили раньше. Раньше человек просыпается, он не знает, что он будет кушать. У него каждый день, это была погоня за едой. И покушал, прочитай молитву после еды. И молитву Шма Исраэль утром и вечером. Все. Вот это вот вещи, с которых надо начинать. С которых ребенка приучают начать соблюдать заповеди. И взрослый, который решил начать соблюдать, вот вам порядок. Сегодня мы узнали порядок, с чего начинать. Постепенно, постепенно приучать себя к постоянной связи со Всевышним. Потом мы увеличиваем связь ваига-таба-юмам-валайла. Мы учим Тору утром и вечером, чуть-чуть перед сном. И чем больше у тебя Торы, чем больше этого света, дальше ты находишь в Торе еще заповедь, еще заповедь, еще действие, еще действие. И таким образом ты выстраиваешь свою жизнь, свой интерфейс такой, да, как компьютер. Вот у него есть операционная система. И ты начинаешь смотреть на мир сквозь операционную систему Торы. То есть ты начинаешь понимать, что это хорошо, это плохо, это добро, это зло. Это можно делать, это нельзя. И так далее. Теперь, понятно, да, это у нас была... ...другой книги, которую мы изучаем каждое утро. Всем спасибо за поздравления. Давайте вот изучать Тору, это для меня самое будет большое поздравление. Если мы каждый день будем изучать Тору, это для меня очень важно. Как можно сказать, важнейшая часть моего дня. Значит, вторая книга. «Обретение неба на земле». Говорит нам эта книга, что для того, чтобы обрести небо на земле, как следует из названия, обратите внимание вот на такой совет сегодня. Если вы весь день размышляете о самом себе, если вы целый день размышляете о самом себе, депрессия вам гарантирована, говорит автор этой книги. Почему? Хотя бы... Сейчас мы поймем. Хотя бы один час в день подумайте о том, чем помочь кому-нибудь другому. Самодовольство порождает тревогу. Чтобы ощутить себя здоровым, следует остро чувствовать окружающее, пытаться понимать тех, кто рядом, и принести им больше света. Теперь смотрите. Вот человек, когда он размышляет о себе, он обычно... Его размышления, они вот такие. Вот... Ну, два варианта мы берем. Две крайности, да? Первая крайность. У меня все плохо. Мне не додали. Мне люди ко мне плохо относятся. К Всевышний ко мне плохо относятся. Это если ему плохо, то размышления, они как бы углубляют его ощущение собственной неполноценности и плохой своей жизни. Если у него все хорошо, и он размышляет о себе. Вот у меня все хорошо, вот я молодец, вообще я красавчик. Тоже не туда пошел, не в ту степь. Потому что человек, который самодовольный и гордец, там нет места Всевышнему. Теперь, а если он думает не о себе, а он думает о других, о том, что хочет от него Всевышний, что он может сделать для того, чтобы там расти, развиваться дальше. То есть думать надо не о себе и о отношении мира к себе, а о том, что ты можешь сделать, и как ты можешь помочь, и как ты можешь выполнить больше заповедей. То есть очень хороший совет не размышлять о себе. То есть вот это само я, да, получается, что одной из целей Торы является максимально убрать свое я, оставив у себя только божественная душа, которая через Тору, это правило жизни в этом мире, соединяется с миром, с другими людьми, со Всевышним. И тогда вот эта божественная душа, ты тогда как на такой вот волне большой, как серфинг такой, и ты начинаешь по жизни идти, то есть ты как бы присоединился к божественной энергии, которая внутри тебя, ты через эту божественную энергию и заповеди Торы, и то, что ты должен делать, и знания Торы, ты начинаешь скользить как по этому миру, у тебя много дел, ты занят все время, у тебя есть что изучать, и у тебя такая жизнь, оп, и ты доходишь до момента перехода из этого мира в следующий мир, и дальше ты по волнам уже больше еще духовности, идешь по этому миру. Очень интересно. Значит, дальше, дальше сегодня у нас мы изучаем главу Ваик, книга Ваикра, глава называется Эмор. Здесь как раз идет разговор со священниками, и говорил Бог Моше следующее. Говори сынам Израиля, говоря им, вот тут тоже интересно, Моше Робейн, он был передатчиком, он был передатчиком между Всевышним и еврейским народом. То есть он все время говорил о том, что ему сказал сделать Всевышний, и помогал другим выполнять волю Всевышнего. Он был проводником. И вот эта вот функция такая, да, быть проводником, чего проводником. Если ты проводник добра, тогда рука, дарящая цветы, на ней остается запах цветов. То есть если ты проводник добра, света, каких-то хороших дел, то понятное дело, у тебя будет, в принципе, все хорошо. Значит, говорил Бог Моше так, говоря, скажи сынам Израиля, говоря им, в месяц седьмой, первого числа, будет у вас шаббат, будет у вас остановка. Шаббат — это остановка, да? Шаббатон, Зихрон, Труа, Микрокодыш. Будет у вас в память отрубление в шафар. Значит, Микрокодыш — это такое время святое, время святое. Объясняет нам устная тора, Гараш нам объясняет, что вы будете вспоминать, вспоминать о трублении и трубить в шафары, вспоминать о трублении в шафарах. В каком трублении? Лискорлахем, акидат Ицхак. Вспомнить вам жертвоприношение Ицхака, что вместо него был принесен в жертву барана. Ну, вы помните, наверное, эту историю. Если не помните, я вам сейчас дорасскажу, что еврейская история началась с того, что был такой человек, звали его Авраам, праотец Авраам, который искал Всевышнего. Он искал путь к Богу. И поэтому сейчас все, кто присоединяются к еврейскому народу, те, кто проходят Ди-Юр, они называются сыновья Авраама. То есть они идут по его стопам. Авраам, он искал, прямо пробирался сквозь... Есть в уснаторе написано, что его учебники, трактаты его «А вода за раз?» «Идолопоклонство» было 400 томов. Он изучил все идолопоклонство, которое было в мире на тот момент. Он изучил астрономию, астрологию, магию, все-все-все он это изучил. И он за всем этим, он видел, что есть что-то, что находится еще дальше, еще за всем этим. И он шел вот к этому, то, что за этим, и это Бог, Творец, Создатель, тот, кто создал все мироздание, и в конце концов он пробился туда к Богу. Представляете? То есть какую надо было иметь силу, это как человек решил пробиться на прием к какому-то царю. Вот как он пробьется? А вот он поставил себе цель, и он пробивался, пробивался, то есть он этому самоотверженно, и в конце концов пробился. И Всевышний, Всевышний Творец мироздания, он начинает с Авраамом разговаривать. И он начинает с ним разговаривать, но он ему говорит, смотри, если ты хочешь быть с Богом как одно целое, то надо эту связь проверить, или ты слышишь себя, своего эго, свои какие-то мысли, или ты слышишь Бога. И он ему дает десять испытаний, как игра такая, было десять испытаний у Авраама, очень сложные испытания, очень тонкие испытания, в которых главным было, ну, главной идеей было отделить голос Бога от голоса своего эго, как нам сейчас, да, то есть нам сейчас проще, есть Тора, и когда ты действуешь по Торе, а не по своему эго, значит, ты с Богом соединяешься. Когда ты действуешь не по Торе, а говоришь, да, Тора это одно, а я хочу другое, это значит, ты идешь не по воле Всевышнего. Авраам, тогда же еще Тора не была дарована, и не было тогда вот такого прям знания, как сегодня. И он, значит, слышал голос Бога, Бог ему говорил разные приказы, десять испытаний, и он, значит, в них во всех выстоял. И одно из, самое пиковое испытание, это было принести в жертву своего сына. То есть это было просто удивительно, почему это было удивительно? Это шло полностью против его представления о том, что Бог от него хочет. То есть до этого Бог всегда говорил Аврааму, что он против жертвоприношений, против человеческих жертвоприношений, только добро, любовь, свет и радость мы приносим людям. И тут вдруг Бог ему говорит, знаешь, что говорит? Возьми своего сына. Мало этого, через того сына, через которого я тебе поклялся, что будет твое потомство, что будут твои дети. Ну, то есть, вот полностью был один приказ, иди направо, а потом, значит, Бог ему говорит, возьми и убей сына. Авраам говорит, хорошо. И он, значит, представляете, вообще просыпается утром, берет сына, идет с сыном, если вы не читали жертвоприношение Ицкака, обязательно прочитайте. Он с ним идет, поднимает три дня пути. Сын его спрашивает, папа, куда идем? Он говорит, жертву Богу приносить. Сын говорит, а кто у нас жертва? Он ему говорит, Бог усмотрит себе жертву. Не сказал ему. Потом принес, пришли они, он его связал, положил на этот. Говорит, сынок, Бог сказал тебя принести в жертву. Он говорит, но если Бог сказал, надо делать, папа, все, давай, значит, это Ицхак тоже. Он был такой верующий, был вообще. И, значит, Авраам поднимает свой нож, тинжал, значит, и тут ему ангел Бога говорит, все, говорит, ты прошел испытание. Авраам говорит, нет, боюсь, что это не ангел. Вдруг это у меня какое-то внутреннее. Он хотел прям его, еле его удержал Всевышний, чтобы он не выполнил вот тот приказ. Авраам боялся, что он себя обманывает, и что это его любовь к сыну заставляет его не выполнить приказ Бога. Но Бог говорит, все, теперь я понимаю, что ты, даже сына своего, готов принести в жертву. То есть, твоя любовь к Богу, твоя преданность, и твое самое главное послушание и четкость понимания, где сигнал Бога, просто 10 по 10-бальной шкале. Поэтому, говорит, все, теперь я с тобой, и он с ним установил договор, что его потомство как раз и будет вот этим народом священников, которые, которые слушаются Всевышнего и строят свою жизнь, только выполняя волю Всевышнего. Такой, как спецназ Всевышнего, который готов даже умирать, выполняя волю Всевышнего. Это как раз были потомки Авраамы, евреистия народа. И вот, значит, каждый седьмой месяц первого числа праздник Роша-Жена мы втрубим в шафар и вспоминаем вот эту всю ситуацию, даже читаем в Торе о жертвоприношении Ицхака. То есть, это такой день, когда мы коронуем Всевышнего и говорим, что ты царь, мы об этом помним, и мы будем выполнять свою волю. Дальше, в сегодняшней главе идет проем Типур, тоже здесь идет напоминание про праздники. И, значит, никакой работы не делайте. Это вам постановление вечное на все ваши поколения Беколь Мошвотыхэм во всех ваших селениях. Представляете? вот написано Тора 3334 года назад была дана Тора и прямо так и соблюдается Йом Типур, никто не работает уже 3334 года. Кто начинает работать в Йом Типур, того через буквально несколько Йом Типуров уже исчезает эта семья. То есть, когда еврейский народ отходит от Всевышнего, те, кто отходят, исчезают. Но, слава Богу, мы видим, что сейчас 74-я годовщина восстановления государства Израиль на земле Израиля. И мы видим, что Всевышний простил еврейский народ и вернул еврейский народ туда, где как раз на Храмовой горе было это жертвоприношение. Представляете? Вот эта Храмовая гора, за которую идет постоянная война между потомками Авраама, потому что Ишмаэль, это же родоначальник арабов, Ишмаэль, он же тоже был сын Авраама, и он тоже духовный наследник Авраама. И он говорит, это мы здесь наследники, это место, где Авраам приносил жертву Ицхака, они говорят, нет, они говорят, он Ишмаэля приносил жертву, неправда. Они рассказывают эту же историю про Ишмаэля, и идет вот эта духовная борьба, кто же получит наследство Авраама, вот эту связь с Богом. И эта война идет, она идет, эта война между, есть три представителя, да, которые претендуют, которые претендуют на это. Это, сейчас, секундочку, надо выключить, кто-то ворвался, вот, так же выключили. Вот так, выключили. Все. Значит, что интересно, интересно, что у Авраама был сын Ишмаэль, да, это родоначальник Арабов, они говорят, это наше место, где стоял храм, это мы здесь, как бы, мы духовные наследники Авраама, евреистий народ говорит, нет, но как же, Бог напрямую сказал, через Ицхака пойдет, благословение, это евреистий народ, наследники Авраама, и все, кто хотят присоединиться, стать наследниками Авраама, они это делают теперь через Тору, через принятие иудаизма, и христиане говорят, что нет, это мы наследники Авраама, потому что, потому что у Ицхака было два сына, Эйсав и Яаков, и, значит, старший сын был Эйсав, и хотя он продал первородство Яакову, и хотя он сказал, мне не нужно духовное вообще, вообще мне не нужно, я иду умирать, он сказал, я выбираю этот мир, но, но все-таки, значит, можно же передумать, и поэтому христиане, это потомки Эйсава, и Рим, как раз вот этот Рим, где была, ну, основа христианства, папа римский, и все такое, это как раз основали сыновья, потомки Эйсава, основали Рим, и идет борьба, все равно Эйсав хочет вернуть у Яакова, забрать это духовное первенство, и в принципе, если бы мы знали точно, как все работает, то вот идет, продолжается вот эта борьба за наследство Авраама, за духовную связь со Всевышним, кто идет по этому, ну, по самому близкому каналу, все дорогие друзья, всем желаю удачи, успехов, хорошего дня, хорошего года, и найти, найти по-настоящему близость ко Всевышнему, чтобы, чтобы Всевышний каждому открыл именно его путь, как ему надо идти, и чтобы мы шли по пути, выполняя заповеди Всевышнего, безусловно, есть 10 заповедей, которые прямо были на скрижалях выбиты, это основа связи со Всевышним, чтобы мы соблюдали их полностью, без каких-то там искажений и изменений, все, всем удачи, успехов, спасибо всем за поздравления, кто поздравлял, у меня сегодня есть сила благословляет, что желаю, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы все, кому нужно выздоровление, получили, чтобы все, кому нужно благополучие, получили, чтобы все, кому нужна семья, чтобы получили, чтобы все, кому нужно здоровье, дети, чтобы все получили то, что просят у Всевышнего, и знали, что это все от Бога, все хорошее, что есть в этом мире, от Всевышнего. Все, всем удачи и успехов. Спасибо.